Всем привет! Это Антон Долин, радио Долин и Матрица. Синяя или красная? Это две таблетки из Матрицы. Наверное, их видели, и о них знают даже те, кто фильм никогда не смотрел. Матрица — это выбор. Об этом знает герой Матрицы, об этом знают все зрители Матрицы, и об этом знаете, конечно же, вы. Мы постараемся говорить о выборе, который нам дает Матрица, фактически в каждой маленькой главке этого выпуска. И надеемся разобрать Матрицу достаточно подробно. И также, конечно, мы даем вам выбор относительно того, как быть с новой, четвертой Матрицей, которая и стала для нас поводом для разговора. Вы можете не смотреть фильм вовсе и посмотреть вместо него наш выпуск. Вы можете посмотреть фильм и только после этого обратиться к нашему разбору. Наконец, вы можете посмотреть этот разбор и решить, отправляться ли в кино. А мы постараемся, по мере сил, хоть и рассказывая о новом фильме, каким-то образом охранить вас от спойлеров. С детства я человек книги, а не кинематографа. Согласно диплому филфака, моя область – слово, а не визуальный образ. И за это я отвечаю всю жизнь, пытаясь разобраться с бессмысленным вопросом. Что лучше – фильм или книга? Кому что, друзья. А главное, невозможно сравнивать два художественных произведения, созданных разными авторами при помощи разных приемов и средств. Даже если у них один сюжет и персонажи. И тем не менее, как удержаться? Читаем, смотрим и сравниваем, сравниваем. Несомненно, неудач здесь больше, чем удач. Хотя удачи часто никто и не расценивает как экранизации. Кто сегодня вспомнит, что большинство легендарных картин Хичкока, включая психоз, птицы, головокружение – это экранизация. Порой фильмы по книгам уходят от первоисточников, но ни в чем им не уступают. Вспомните хотя бы «Лолиту» или «Сияние» великого Стэнли Кубрика. Но бывает и так, что выдающиеся мастера смиряют свое эго и создают удивительно точные фильмы по чужим книгам. Например, «Старикам здесь не место» братьев Коэнов по Кормаку Маккарти. Или «Врожденный порог» Пола Томаса Андерсона по Томасу Пинчену. Возможно, за последние годы это две мои любимые экранизации. Сегодня сравнивать книги и фильмы вы можете не только рыская по библиотекам и книжным магазинам, но и с помощью сервиса подписки Storytel. Например, фильм Энтони Менгеллы и одноименный нуар-роман писательницы Патриции Хайсмер «Талантливый мистер Рипли», который специально для Storytel озвучила публицистка и журналистка Алена Долецкая. Или роман Анаре де Бальзака «Утраченные иллюзии», аудиоверсию которого можно сравнить со всем свежим фильмом Ксавье Джонали. Также Storytel позволяет пользователям знакомиться с классикой и современными авторами на языке оригинала. Помимо 170 тысяч аудиокниг подписчикам доступны лекции, подкасты и авторские подборки с рекомендациями. Регистрируйтесь по ссылке, указанной в описании к этому видео. И слушайте Storytel 30 дней бесплатно. Итак, первый и самый важный выбор – реальность или сновидение, явь или фантазия. В «Матрице» очень много разных составляющих. И визуальные, и сюжетные, и связанные с разного рода подоплекой, мифологической, религиозной. Но не случайно в связи с «Матрицей» так часто говорят о философии. Мне кажется, что самая важная, самая глубокая и самая шокирующая даже для сегодняшних зрителей, и уж, конечно, для зрителей первого фильма в 1999 году, идея – это идея о том, что мир, в котором мы живем, нереален. Этот мир – фантазия, симуляция. Этот мир и есть «Матрица». В то же время есть реальность, и она абсолютно другая. В ней давным-давно наступило будущее, которое мы не можем себе представить. В этой реальности миром давным-давно управляют машины, а люди являются их скотом, их кормовой базой. И эти самые люди, заключенные в специальные капсулы, там существуют, подпитывая своими внутренними ресурсами и своим мозгом существование этого мира машин. Машины же за это держат нас в плену иллюзий. И рабство это, или, возможно, не рабство, а такая форма свободы – это очень большой философский вопрос, один из самых больших вопросов «Матрицы». Собственно говоря, две таблетки, синяя и красная, символизируют именно вот этот выбор. Синяя таблетка – это оставаться во сне, продолжать жить в неведении. Красная таблетка – это реальность. Это неприятная, шокирующая, болезненная, в прямом смысле слова, правда. Конечно же, такого рода перевертыш логический, который нас слегка сводит с ума, он восходит к древним философским практикам и идеям. Знаменитый легендарный китайский мыслитель Джуан Цзи был героем вот этого апокрифа. Философу приснилась бабочка, и когда он проснулся, он не мог понять, он человек, которому приснилось, что он бабочка, или он бабочка, который снится, что она человек. Вот это неразвлечение сна и реальности бесконечно шло через человеческую цивилизацию. Было очень много важнейших произведений искусства, говорящих об этом, в особенности в эпоху барокко. Можно вспомнить комическую иллюзию Пьера Корнеля, написанную еще до его легендарного Сида. Можно вспомнить о Дон Кихоте Сервантеса, можно, несомненно, вспомнить о великой пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон», само ее название говорит о многом, и так очень-очень постепенно добраться до наших дней. Когда, например, такие идеи встречаются в трудах Карлоса Кастанеды, или в книгах очень у нас популярного Виктора Пелевина, и, конечно же, этим переполнена современная постмодернистская философия. Нео, главный герой «Матрицы», залезает в тайник свой в самом начале фильма. Это книга Жана Бодрияра «Симулякры и симуляция», легендарный трактат 1981 года, где, собственно говоря, и обосновывается понятие «симулякры», причем обосновывается ложным, выдуманным эпиграфом из «Екклезиаста». На самом деле, в Священном Писании, конечно, такого пассажа нет. Что такое «симулякры»? Говоря коротко, это копия, отсылающая к отсутствующему оригиналу. Может, его и не было никогда, а может быть, он был и исчез. И когда мы говорим о тотальной вторичности и многослойности современной постмодернистской культуры, мы неминуемо касаемся вопросов «симулякра». В 20 веке эти идеи восходят к Хорхе Луису Борхесу и его короткой прозе. Но, повторюсь, библиография и даже фильмография была бы бесконечной, если мы говорили бы об этом. В чем заслуга «Матрицы»? В том, что эту идею иллюзорности реальности «Матрица» вывела на новый уровень и сделала центральной, сквозной. Сколько бы в этом фильме не было приключений, любви, драк, погонь, все равно эта центральная идея, выраженная, собственно говоря, в названии фильма «Матрица», она остается самой сильной, она остается самой мощной. Также, конечно, эта идея имеет прямое отношение к природе самого кинематографа. Мы ведь знаем, что кино делится на условно-люмьеровское и условно-мельесовское. В очень грубом варианте это документальный и игровой кинематограф. Но на самом деле также можно разделить их как кинематограф-факта, кинематограф, который стремится показать нам реальность, и кинематограф эскейпа, который уводит нас от реальности, который позволяет нам бежать от нее. «Матрица» объединяет два этих кинематографа. С одной стороны, это абсолютно эскапистское фантастическое кино. С другой стороны, центральная идея этого кино – прикоснуться к реальности. С третьей стороны, та реальность, которой прикасаются герои вместе с ними и мы, совершенно не похожа на то, что мы привыкли считать реальностью. Здесь голова может пойти кругом. Ну и, собственно говоря, наверное, так и происходит у тех, кто пытается глубже разобраться в подоплеке «Матрицы» и до нее докопаться. Также отдельно очень важно то, что у всех героев «Матрицы», причем как у протагонистов, так и у антагонистов, есть темные очки. Темные очки – это не только элемент стиля. Темные очки – это некие маленькие зеркала, отражатели, прячущие глаза и позволяющие людям видеть иную реальность, сквозь которую они, преодолевая вот эту вот зеркальную границу, проходят в другую парадигму, в другой мир. И благодаря тем темным очкам возникает эффект вот этого вот двойного видения – реальности, как она есть, и реальности, какой она нам хочет представляться. В «Новой Матрице» эти идеи расширяются из области кинематографа в область смежную, сопредельную, в область видеоигр. Нео, живущий в наши дни и уже немного постаревший или, можно сказать, возмужавший, тут является дизайнером видеоигр, знаменитым на весь мир. А трилогия «Матрица», которая внутри четвертого фильма тоже существует, – это не трилогия фильмов, это трилогия игр. Таким образом, это эскапистский фильм «Уход от реальности». Но, конечно, со временем мы поймем, что не все так просто. И, может быть, эта самая вымышленная реальность гораздо реальнее, чем та, похожая на окружающий нас мир, которая встречает нас в начале картины. Я думаю, что «Матрица» интересна не потому, что там присутствуют все вот эти вот темы про сознание, свободу выбора, фантазматичность, а потому что там есть некоторый очень интересный промежуточный уровень, по отношению к которому все эти темы оказываются вообще-то вторичными. Потому что, да, ну вот чем герои, Нео, занимаются большую часть времени? Большую часть времени, они имеют дело с какими-то такими вот странными промежуточными, я бы сказал, сущностями. И это, на самом деле, то, что из «Матрицы», я думаю, больше всего запоминается. Главный триггер, который там привлекает внимание. Да, всякие там странные существа, типа вот этих вот старых или сошедших с колеи программ. Мировинген, да, его вот эти вот близнецы. Проводник, ключник. Да сам Нео, на самом деле, в конце концов. Ну и агент Смит, конечно, да. Потому что ведь и Нео, и агент Смит, то есть агент Смит – это тоже главная, возможно, сошедшая с колеи программа, которая вообще-то обладает так же, как и Нео. Таким вот, я бы сказал, экстрит реальным статусом. То есть она может действовать и в мире «Матрицы», и в реальном мире. Да, потому что там агент Смит может торгаться в сознании, как выясняется, каких-то там людей в Ционе, в этом городе сопротивления. И он так же, как Нео, может трансформировать под себя «Матрицу». Да, ну и сам Нео тоже, да, он, в общем, тоже непонятная сущность. Он с одной стороны вроде бы человек, с другой стороны он функционирует странным образом в «Матрице» и может себе подчинять, как потом выясняется, не только «Матрицу», но и окружающую его реальность. Так вот, я думаю, и это, собственно, такое главное, что я хочу сказать по поводу «Матрицы». Самое важное в ней, самое интересное, на самом деле, с точки зрения какой-то там рефлексии, это именно вот эти вот переключатели, да, промежуточные сущности. Ну, собственно, начиная с красной серии таблетки, да, то есть такие вещи, по отношению к которым все эти вопросы, фантазия, реальность, они на самом деле как-то становятся как будто бы несущественны, да, потому что не столько важно, вижу я что-то на самом деле, или мне это только кажется, сколько важно, почему вообще так происходит, что я это вижу, и как я это могу изменить, как я могу сделать так, чтобы видеть что-то другое, или чтобы вот это вот то, что я вижу, само каким-то образом трансформировалось. Да, и мне кажется, что это вот, наверное, самая актуальная тема для современной мысли, и именно поэтому вот в «Матрице» интересно, потому что мы там постоянно имеем дело с вот этими вот странными существами, да, как вот Дилёс начинает, дуя своих книг, с цитаты «Все полно богов и сил», вот мы на самом деле в «Матрице» именно сталкиваемся с этими богами и силами. И не случайно там, конечно, присутствуют поэтому постоянно вот эти вот теологические элементы, но эти теологические элементы присутствуют в качестве не какой-то там абстрактной теологии, ничего-то, что требует каких-то спекуляций, а каких-то вот реальных инструментов воздействия на то, что вокруг нас, на то, что с нами происходит. Сегодня, раз уж наш материал «Матрица», поговорим о технологиях, в кино и не только. Кинематограф – уникальное искусство. В отличие от литературы, музыки или театра, вне технологии невозможные, несуществующие. И авторы первых же фильмов почувствовали, что к чуду киноаппарата и проекции надо добавить новых чудес. Их изобретателем по праву считается француз Жорж Мельес, иллюзионист и гений, который придумал добрую половину спецэффектов, используемых до сих пор. О нем, кстати, снял своего хранителя времени Мартин Скорсезе, в последней своей картине ирландец, продемонстрировавший еще одно чудо – способность кино сделать пожилых артистов молодыми. Сегодня компьютерная графика, съемки на так называемых «зеленых экранах», технологии motion capture буквально делают невозможное возможным, стирая грань между игровым кино и анимационным. В это немалый вклад совершили Ивачовски в своей «Матрице». Новаторские сцены поединков, буллет тайм, эффект замедленной пули в полете, да и просто сама идея вымышленного виртуального мира, как единственной неподдельной реальности. Технологический бум последних десятилетий сильно изменил среду, в которой мы живем, приблизив ее к декорациям фантастических фильмов. Теперь сложно представить свой день без смартфонов и других умных гаджетов. Об одном из них сегодня и пойдет речь. Это электрическая зубная щетка Philips Sonicare Prestige. Она оснащена технологией SenseIQ, которая отслеживает самые разные показатели. Силу давления, скорость движений, охват. Например, если вы надавливаете слишком сильно, щетка сообщит об этом и подстроится под ваш стиль чистки. Ее высокотехнологичная насадка борется с налетом и потемнениями, и улучшает состояние десен. Но это еще не все. Philips Sonicare Prestige синхронизируется с мобильным приложением. В его основе искусственный интеллект, который позволяет отслеживать, правильно ли вы чистите зубы, а заодно смотреть отчеты и получать индивидуальные рекомендации. Щетку Philips Sonicare Prestige можно брать с собой в дорогу. Дома она заряжается на зарядной станции, а в поездках в кожаном чехле через USB. А еще ее можно подарить близким, поклонникам умных технологий и матрицы точно понравится. Для зрителей канала есть промокод. Все детали и условия в описании. Свобода или предопределение. Еще один важнейший выбор, который стоит и перед героями матрицы, и перед зрителями матрицы. И, скорее всего, перед авторами матрицы тоже. Собственно говоря, я думаю, что четвертая матрица – это один из ответов на этот вопрос. Ведь у авторов была свобода продолжить эту историю и, ну, немножко разрушить уже сформировавшийся миф. Разрушить во благо или нет – это будут решать, конечно, зрители и кассовые сборы. Так вот, свобода или предопределение. Нео, который еще не знает, что он останется Нео в веках, которому кажется, что настоящее его имя – это Томас Андерсон, клерк, работающий в некой безликой корпорации, еще не открывший в себе ничего, считает, что он свободен. Встречаясь с людьми, которые изменят его жизнь навсегда, с девушкой по имени Тринити и с мужчиной по имени Морфеус, Нео открывает для себя новую реальность. Он понимает, что свободным не было никогда. И что свобода действий наступает только сейчас, когда он пробудился. Пробуждение – это уже религиозный термин. Многие уверовавшие люди говорят о себе именно так. Они наконец-то проснулись после сна длиною в жизнь. В «Матрице» это показано непосредственно как пробуждение. Кстати говоря, эта тема повторяется, по сути дела, и в «Четвертой Матрице». Итак, герой проснулся, и, возможно, он «The One» – избранный. Тот самый избранный – это мессия. Таким образом, мессианская идея, которая находится в основе множества религий, и в особенности монотеистических религий, это идея стержень и позвоночник, хребет «Матрицы» как проекта. Если мы всмотримся и вслушаемся в имена и названия в «Матрице», среди них нету случайных. Ну, «Нео», как вы понимаете, это новый, новый человек. Здесь ничего не надо даже объяснять. «Морфеус» – это бог сна. И он пробуждает от сновидения или же погружает в сновидение в зависимости от того, какую из реальностей мы, зрители, согласимся считать сновидческой. Необея, так зовут героиню, которая обороняет город Зайон или же Сион, Необея в античности была царицей и матерью множества детей. Но эти дети были убиты богами. И таким образом, эта защитница, которая в «Четвертой Матрице» предстает уже как матриарх Зиона, она воплощает эту самую идею и правления, и опасности для этой человеческой цивилизации, собравшейся в рамках одного единственного гигантского подземного города. Ну, наконец, Тринити. Тринити – это троица. Троица, конечно, у нас ассоциируется с христианством. И ее имя показывает, что эта история на самом деле про троих героев. Мы видим их на постере, как правило. Это Нео, Морфеус и сама Тринити. Все они, с одной стороны, свободны в том, что они делают, и их свобода позволяет им совершить невозможное, бросить вызов сильнейшей цивилизации машин. С другой стороны, выбор сделан в тот момент, когда они вопрошают о нем, он уже сделан. Это касается и выбора одной таблетки из двух. Совсем не каждому человеку предлагается такой выбор. Но, конечно, ярче всего это становится видно в разговорах с двумя божественными персонажами «Матрицы». Это прорицательница, или же в других переводах оракул, пифия. Это чернокожая пожилая дама, которая, кажется, знает все. И архитектор, который выстроил, по идее, весь этот мир. До какой степени они управляют этим миром? Действительно ли пифия знает все? Или совсем нет? Говорит ли она своим героям правду? Или она манипулирует ими? Или она не манипулирует? У них по-прежнему есть свобода, несмотря на то, что она им говорит. Вот это вопросы, с которыми сталкиваются герои «Матрицы». Также очень интересно сказать о том, что в четвертой «Матрице» вместо них появляется одна такая божественная фигура, авторитету которой надо бросить вызов. И это психоаналитик. Потому что троица сменяется парой. Говорят, религия христианства – это религия любви. И Вачовские всегда говорили о любви в своих фильмах. Но эта тема становится лейтмотивом только в четвертой «Матрице», где повзрослевшие и возмужавшие Нео и Тринити, встретившись на новом витке в другом мире, именно своей любовью, как одновременно новые мессии и новые Адам и Ева, могут спасти мир или произвести в этом мире тотальную революцию или, по меньшей мере, реконструкцию, что бы им ни сообщал их психоаналитик, он же управляющий этой вселенной. Ну и еще одно. Четвертая «Матрица» ведь так и называется – «Матрица воскрешения». В нашей христианской парадигме воскрешение – это, конечно, термин религиозный. Хотя, с другой стороны, и Голливуд, он прекрасно известен. Ведь сколько раз убитые персонажи воскресали ради того, чтобы студия могла снять на радость зрителям сиквел. Богословие в стиле киберпанк вполне возможно. И «Матрица», особенно первая часть, показывает, что это может быть не просто любопытно, но и даже довольно серьезно. Конечно, когда мы говорим о богословии, мы не имеем в виду какую-то конкретную традицию. Это синкретическая комбинация различных элементов из христианства, буддизма, прежде всего. Но вот в христианской традиции, если рассматривать фильм в христианской традиции, есть довольно любопытные вещи. И я бы сказал, что самое интересное – это образ Нео и его отношения, как были, вот этот первый разговор с Морфеусом, такая инициация, где речь идет о реальности. Все-таки вот богословские темы – это прежде всего темы не отвлеченные, а темы реальные, конкретные для верующего сознания. Тема Бога – это вполне конкретная тема. Это не что-то отвлеченное, не что-то далеко, а что-то, что происходит со мной, как бы здесь и сейчас. И вот это ощущение, что разговор Нео и Морфеуса – это разговор о чем-то невероятно важном, но что не ограничивается пределами того мира, в котором они находятся, позволяет говорить, что это, собственно, вот и есть определенного рода богословский диалог. Ну, если бы мы сказали из контекста православной традиции, наверное, можно было бы сказать, что это разговор паломника, пришедшего к старцу, как бы и старец открывает некоторые истины, которые сам паломник предощущает, переживает, но сформулировать не может. Это разговор о реальности и разговор о мире, в котором, собственно, вот Нео находится. Этот мир называется «Матрица». И вот дальше начинается довольно пунктирная такая линия, нечетко обозначенная тема, собственно говоря, что такое вот этот иллюзорный мир. Это просто иллюзия, это мир, в котором всем хорошо, но нет свободы, или здесь есть что-то еще. Каково человеческое предназначение? И оказывается, что очень многие, ну, по крайней мере, мы видим, что, так сказать, окружающие Нео-люди, они совсем не, как бы, так сказать, не задаются этим вопросом. Нео вроде бы тоже этим вопросом не задается, но Морфеус ему, как бы, подсказывает, ты хочешь узнать, что такое «Матрица». И вот здесь отчасти, как бы, да, я не хочу спекулировать, но отчасти, если в этом разговоре вместо «Матрицы» использовать понятие «Греха», в общем, это будет вполне, как бы, так сказать, вполне уместно. И вот выход из «Мира греха» возможен, но вот куда этот выход происходит? Вот в тот мир, где есть правда. Вот оказывается, что в «Мире греха» правды нет, правда есть за пределами этого мира. И это довольно интересно. Не менее интересно еще несколько образов, которые используют авторы фильма. Это образ Сиона, это народ, объединенный вокруг, не просто вокруг своего Бога, но и вокруг определенной исторической миссии явить замысел Бога на земле. Опять-таки, нельзя проводить полную аналогию, но вполне возможно, как бы, вот этот намек тонко прочитать тем, кто знает библейский контекст. Ну и последнее, о чем можно сказать, собственно говоря, а есть ли Бог? Если Нео – это просто избранный, то в этом мире должен действовать Бог. И я могу предположить, что в первом и в третьем фильме Бог показан в образе дождя. Дождь идет, как бы, и сильный дождь идет, когда Нео едет навстречу с Морфеусом. И идет дождь, когда происходит последняя, как бы, финальная схватка Нео и агента Смита. И вот этот дождь, как бы, явление некого, как бы, так сказать, вот такое снисхождение, как бы, с неба воды, как бы, и, так сказать, сопутствующего, так сказать, грома, это в библейской традиции тоже, как бы, образ сопутствующей теофании. Но еще раз повторюсь, как бы, что это, как бы, лишь пространство интерпретации, здесь никаких прямых аналогий быть не может. Авторское или коммерческое? Вечный вопрос, когда мы говорим о кинематографе, в особенности о голливудском. Конечно, в Америке существуют немножко другие критерии, и нам сложнее отделять одно от другого. Часто мы измеряем это бюджетом или сборами. Хотя измерять, конечно, нужно художественными задачами и спецификой того автора, или в данном случае авторов, которые берутся за эту работу. Наконец, Лана Вачовски осталась одна. Именно она сделала четвертую «Матрицу», и ее сестра решила на время или нет уйти от кинематографа. Они начинали в середине 90-х, у них уже была идея «Матрицы», но первоначально они смогли зарекомендовать себя фильмом, который даже сегодня кажется слишком смелым. Странным образом, в 90-х он таким не казался. Это триллер «Связь», в центре которого пара двух влюбленных девушек-сообщниц. Ну и дальше, после «Матрицы», конечно, они проснулись знаменитыми. Фильм был, кроме всего прочего, очень коммерчески успешным. У «Матрицы» есть совершенно все атрибуты огромного блокбастера. И в каждом из трех фильмов трилогии, о четвертом речь пойдет отдельно в финале этой программы, есть, с одной стороны, философская подоплека и много разговоров, как в настоящем авторском фестивальном кино. Кстати говоря, вторая «Матрица» перезагрузка была показана в официальной программе Каннского фестиваля. Не случайно же. Так вот, там присутствуют, кроме этого, и сцены, которые мы привыкли видеть только в блокбастерах. В первом фильме поразившие всех драки, прежде всего. В втором фильме – это невероятная сцена погони. Наконец, в третьем фильме – эпичнейшая батальная сцена осада Сиона, которая напоминает нам о древнегреческой Трое. Ну и, конечно же, к разговору об аллюзиях библейских, мифологических и религиозных, мы понимаем, что все это тот самый ветхозаветный град Сион. Таким образом, это очень большое кино, построенное на архетипах, построенное в том числе на жанровых клише. Правда, жанров здесь очень много, и они все перемешаны. Ну и, кроме того, научную фантастику и жанром-то особенно не назовешь слишком, она широка. Одновременно с этим, это совершенно авторское кино, опознаваемое. И даже формализм Вачовский, то, как они иногда забывают, казалось бы, о людях, об отношениях между персонажами, для того, чтобы полностью с упоением отдаться игре в спецэффекты, даже это авторская примета их кино. И когда иногда они догоняют до абсурда вот эту концентрацию спецэффектности, когда герои совершают что-то, что человек совершить не может, когда этот знаменитый план, мы видим снизу вверх вертолет, и оттуда бесконечно сыплются гильзы, потому что сколько тратится патронов и пуль в «Матрице», наверное, ни в одном другом фильме столько нет. Иногда это напоминает прозу Владимира Сорокина. Настолько это абсурдно и гротескно. Или, может быть, даже прозу Маркиза де Сада. Настолько это чрезмерно жестоко. И в то же время, поскольку это все не люди, а компьютерные программы стреляют друг в друга, поскольку все это воображение, почему нет, почему не отдаться этой жестокости? По большому счету, и спиди-гонщик, которого возненавидели критики, и сложный, многолинейный, сделанный вместе, то есть там уже три режиссера, с Томом Тыквером по роману Дэвида Митчелла, «Облачный атлас», кстати говоря, и Том Тыквер в качестве композитора, и Дэвид Митчелл в качестве автора сценария приняли участие в четвертой «Матрице». И восьмое чувство, сериальный проект, в общем, «Восхождение Юпитер», конечно, тоже фильм, который ненавидели и любили одновременно. Все они подтверждают теорию о том, что это авторское кино. Но в то же время настолько подвижны, неуловимы, говоря сегодняшним языком, флюидны сами Вачовски, переходящие из состояния в состояние, жонглирующие разными жанрами, прячущиеся от определения, что нам гораздо проще и удобнее считать, что мы смотрим блокбастер. В случае с четвертой «Матрицей» это становится совсем странным и неопределимым. Ведь в этом фильме масштабного, глобального, спецэффектного гораздо меньше. Хотя эти сцены присутствуют. Короче говоря, мы имеем дело с авторами или с автором. И расшифровывать «Матрицу» надо именно как авторское кино, что никак не мешает смотреть «Матрицу» как прекрасный коммерческий проект. Ну, Вачовски удивительная пара. Я сейчас говорю не о трансформациях их гендера, которые, на мой взгляд, абсолютно личное их дело. Это неинтересно. Удивительно другое. Вот как-то в Чикаго в семье отца, занимавшегося логистическим бизнесом, и который, в принципе, хотел детям, как и большинство подобного рода семей, дать образование. Вдруг случились таких два неожиданных на тот момент сына и увлеклись невероятно кинематографом. История про первую «Матрицу» очень известна. Она не требует отдельных разговоров. Понятное дело, что там им дико повезло. Бывают в Голливуде иногда такие экзекьютивы, которые могут распознать в присылаемых сценариях талант. И вот работал тогда Ворнер и Лоренцо де Бонавентуро. Он работал, он часто очень крупный продюсер, продюсирующий, ну, например, там, трансформеров. Вот. На тот момент он был один из самых умных и тонких руководителей студии, занимавшихся девелопментом. Вот он, прочитав сценарий «Матрица», сразу распознал нечто невероятное, интересное и многообещающее. и порекомендовал ребятам, жившим в Чикаго, снять какой-то небольшой фильм, потому что сразу стартовать в студийную картину было бы очень трудно. Нужен был какой-то, ну, хотя бы некое основание. Поэтому они сделали первую картину. Потом случилась вот эта совершенно невероятная прорывная история с «Матрицей», которая стала картиной революционной во всех абсолютно смыслах и заработала не просто много денег, там, признания и прочее, а настоящую аудиторию, которая почувствовала в этом фильме такое как бы окно в другой мир. Вот. А дальше вот началась у них сложная, на мой взгляд, поиск себя, потому что особенности, когда карьеры начинаются с такого мегауспеха, трудно выдерживать или поддерживать этот успех на подобном уровне. Они стали и продюсерами, они по-прежнему писали, они пробовали себя и в телевидении, и в кино. Конечно, очень успешной картиной была «Вы как вендетта», но они там были с авторами и продюсерами, и понятное дело, что это была экранизация графического романа Алана Мура, одного из лучших, и это, во всяком случае, эта аудитория воспринялась пониманием. Очень были болезненные провалы этого спидегонщика, очень болезненным был для них важный, ну, так сказать, недостаточно успешный, нельзя назвать его провальным, но, во всяком случае, опыт с сериалом «Восьмое чувство», который для них был очень важен, и они, в принципе, носители определенного представления о мире, крайне либерального, конечно. Мир в их понимании, естественно, они это доказывают собственной судьбой. Это пространство свободы, то, о чем они делают всегда и фильмы, и высказывания, они все представляют из себя своего рода манифест о праве каждого, вне зависимости от пола, гендера, расы, этнического происхождения, политических убеждений, сексуальной ориентации, права каждого на собственную реализацию. И, конечно, важнейшим для них был фильм «Облачный атлас», где я, собственно говоря, в работе над которым мы и познакомились, и подружились, надо сказать, особенно с Ланой. Потому что меня потрясло, естественно, когда они встречают какого-то человека из России, они тоже начинают любые иностранцы. Я помню Боб Дюваль на съемочной площадке «Машины Джейн Мэнсфилд» подошел ко мне с отборным русским матом, очень довольный собой, поскольку его научили на съемочной площадке сериала о Сталине в свое время, и он продемонстрировал, как хороша его память, хотя удивил меня вначале. Ну, все стараются. А Джон Харт, когда мы знакомились, он сказал, начал видеть со мной о Чехове, очень уважительно, и любя, потому что он из театральных актеров. А Лана Вачовски о литературе, и оказалось, что она не просто хорошо знает вот ту русскую литературу, которую, собственно, обучают в любом приличном университете мира, имеется в виду Толстой, Достоевский, Чехов или Гоголь, она знает русскую литературу так называемого второго порядка, но она знала вот удивительным образом, она знала Булгарина, она знала Успенского, она знала Гаршина. Ну, то есть, вот откуда это, я пытался понять, откуда это берется, но она много читает. И когда уже на премьеру «Ублачного атласа» они приезжали в Москву, то они ходили на радио для интервью, и она удивляла там всех журналистов своей совершенно невероятной подготовкой по части российской культуры. Вот. И я с ней, естественно, сохранил очень надолго до сегодняшнего дня дружеские отношения, и более того, несколько лет назад попытался предложить ей некий проект, мне казалось, что она должна заинтересоваться, она действительно заинтересовалась, я понимаю приблизительно, что ее любопытно, и начала над этим даже работать. Мы включились в это длительное, так называемое, в Голливуде так и называют «legal desert», юридическая пустыня. Ну, то есть, когда ты попадаешь на полгода в общение с юристами, прежде чем подписать некий договор, который избывается над тобой, ничего сделать нельзя. То есть, мы начали готовить договор, и тут она мне написала письмо, в котором объяснила, что... а потом позвонила и объяснила, что у нее есть личные обстоятельства, в связи с которыми она должна вернуться к фильму, к четвертой картине из франшизы «Матрица». В чем же дело? Она потом выступила публично, и посему, ну, никто, так сказать, здесь не выдает никаких секретов. Она сказала, что вот сначала она потеряла отца, потом она потеряла близкого друга, потом ушла мама. И вот она, тяжело переживая, плакала ночами, если удавалось заснуть, и в какую-то минуту вдруг поняла, что у нее осталось два самых близких человека. Одного зовут Нео, второго — Тринити, то есть два героя «Матрицы». И она поняла, что к ним надо вернуться, и, может быть, это поможет в каком-то смысле преодолеть вот жизненную трагедию. Вот еще надо добавить, что ее сестра Лили решила уйти из кино на время, может быть, не знаю. В любом случае она увлеклась живописью всерьез, и сейчас полностью занимается, концентрируется на живописи. Лана осталась одна, и вот в этом своем одиночестве она приняла решение сделать «Матрицу». Студия, естественно, ну, на данном этапе студия чувствует себя плохо, в эпоху явного доминирования стриминговых платформ, им нужно хвататься за свои прежде, так сказать, громко звучавшие франшизы, пытаться вернуть аудиторию большим экраном в кинотеатры. И поэтому, естественно, идея Ланы Ивачевски сделать еще одну «Матрицу» была поддержана студией моментально, и мы скоро будем иметь возможность увидеть, что же получилось из такой внутренней эмоциональной. В это я, кстати сказать, верю, когда есть в основе фильма эмоциональное сильное чувство. Во всяком случае, я буду очень сопереживать Лане Ивачевске и ее желание решить свои внутренние страшные, бессонные проблемы через кино. В общем, на самом деле, большой кинематограф так и происходит, наверное. настоящее или будущее – это тоже очень-очень важная дилемма. И, как со всеми остальными дилеммами «Матрицы», на самом деле выбирать не приходится. Мы будем иметь дело и с одним, и с другим. Тарковский сказал когда-то, что кино – это запечатленное время. Иногда эту формулу можно трактовать буквально. Герой «Матрицы» Нео живет в том времени, который, как и все мы, живущие в своем времени, он воспринимает как современность, как свое единственное настоящее. Но слово «настоящее» можно поставить в кавычки с того момента, когда Нео узнает, этот мир нереален, он должен и может попасть в другой параллельный мир. Тогда и возникает эта самая важная для «Матрицы» тема «Зазеркалья». Кстати говоря, в четвертой «Матрице» она звучит лейтмотивом и даже за кадром мы слышим знаменитую песню «Джефферсон «Эрплейн» «White Rabbit», то есть «Белый кролик». Следуй за белым кроликом. Это тема, которая, как белый кролик, проходит сквозной нитью через все четыре серии «Матрицы». Ну и это «Зазеркалья», это отражение нашего мира, но это иной мир. Этот мир более настоящего-настоящего, если можно так выразиться, находится в будущем. В будущем относительно времени, когда вышла первая «Матрица» 99-го года. Но это будущее и относительно наших сегодняшних дней. И когда мы видим четвертую «Матрицу», прошло уже фактически два десятилетия с первой трилогии, мы снова оказываемся в нашей современности. Она показана очень иронично. Мы видим миллениалов с их бесконечными кофе, брейнстормами, смешными гиковскими фанатскими приколами и даже действия переносятся временами в кофейню, которая называется симулатты. Мы вспоминаем опять о симулякре Бодрияра. Настоящий это кофе или нет? Настоящий это жизни или нет? Нам предстоит дать ответ на этот вопрос. Ну и конечно же вот эта связь настоящего как настоящего времени и настоящего как подлинной реальности очень важна для понимания Матрицы. Здесь заложен еще один забавный парадокс. То, что в фильме предъявлено как так называемая реальность полностью состоит из спецэффектов. Это мир воображаемого будущего с летающими машинами-кальмарами, с обществом людей, спрятавшихся под землю, постапокалиптический безумный пейзаж. В то же время то, что мы воспринимаем наш глаз и наше сознание как реальность, оказывается компьютерной симуляцией, условной программой. Ну и новое время, уже условный 20-й или 21-й, или не знаю, 22-й год, к этому добавляется в 4-й матрице, окончательно нас всех запутывая. Здесь я хотел бы сказать об еще одном очень важном аспекте и ракурсе матрицы. Вачовские на самом деле были провозвестниками будущего и нового кино, или же создателями и творцами настоящего. Когда мы смотрим на трилогию, первую трилогию матрицы, мы поражаемся, насколько она была передовой для своего времени. Все то, с чем Голливуд и мировой кинематограф сражаются сегодня, засилие героев, которые сплошь и рядом, белые цисгендерные мужчины, совершенно патриархальная такая модель иерархическая, вертикальная, с этим Вачовские боролись уже тогда. И не только появление афроамериканца Морфеуса, героя Лоренса Фишборна, и героини Кэрри Энн Мосс, канадской актрисы Тринити, женщины, не только эта триада создает парадигму совершенно иную и, ну, как бы, фактически отодвигается этого пьедестала вечно в себе сомневающегося героя Нео, того самого белого мессию или не мессию, мы не знаем этого до самого конца. Мы видим, что самое могущественное существо в этом мире, скорее всего, это прорисательница, это тоже афроамериканка, пожилая старушка, обладающая какой-то странной, возможно, для нас не до конца понятной магией, и когда мы видим человечество Зайана или Сиона, мы видим, насколько оно разнообразно, мы видим, что там встречаются все цвета кожи, все расы, любые формы сексуальных отношений между героями, это действительно свободный мир, и он свободен, несмотря на то, что на него ополчились машины. Ну и кроме того, мы понимаем, что этот мир разнообразия, это и есть человеческий мир. Мир машин, это мир агентов. Великая роль Хьюга Уивинга, агент Смит. Что такое Смит? Это фактически человек без имени, без фамилии, это очень условная фамилия, как и фамилии других агентов, людей в темных очках, которые существуют в мире матрицы, чтобы его оборонять, оборонять от всего живого, оборонять от всего человеческого. И еще один очень важный аспект связан с приходом азиатской культуры, раз уж мы говорили о разных культурах, которые цветут внутри вселенной матрицы. Без этой инициации западноевропейского или американского, или голливудского большого кино в восточный мир невозможен гибрид, каким является серия матрицы. В четвертом фильме мы даже видим, как Нео, вернувшийся в тот мир, который одновременно и реален, и совершенно реален, вспоминающий, кто он такой, вдруг оказывается в странной тренировочной беседке посреди озера. Это очевидно восточный пейзаж. Конечно, на восточных единоборствах строится вся эстетика драк в матрице. И в новом фильме мы видим, как Нео сбегающий из своей скучной реальности, оказывается в Синкансене, в японском поезде, который мчится мимо Фудзи, в какую-то очень красивую даль. Матрица неразрывно связана с азиатской культурой, и благодаря этому ей удается, как это делают современные китайцы или японцы, создать мир между древними традициями, которые свято блюдутся сегодня, как традиции, не знаю, восточных единоборств или театра Но, или сада камней, и супертехнологизированным сверхсовременным обществом, попав в которое, ты считаешь, что оказался в будущем. Спиди Гонщик это первое аниме, которое Вачовски увидели в детстве и оказались под бешеным впечатлением. Более необходимые нам влияния произошли в 80-е, это вторая волна японского вторжения, так называемый аниме Бум, когда уже с раздействием кабельного, кассет и всего того, на чем еще проще перевозить аниме из-за морей, пришли уже более солидные, более сложные, более так называемые взрослые японские мультфильмы, это и Акира, это и произведения студии Гибли, например, Навсека из Долины Ветров, это большое количество сериалов про огромных роботов, которые транслировали по американскому телевидению. Это все не могло не произвести впечатление на молодой ум, в том числе и ум Лилии Ланы Вачовски, но на самом деле, несмотря на то, что Акира входит в священную троицу того, что на них повлияло, напомню, она состоит из Акиры «Призрака в доспехах» и манускрипта «Ниндзя» и Йосиаки Квадзири, который тоже был среди тех людей, которые очаровали американскую и западную публику своими необычными японскими мультфильмами, но только если другие примеры связаны скорее с каким-то будущим киберпанком, огромными роботами, то Квадзири это история про городские легенды, про фэнтези, про какие-то мрачные вещи, которые поджигают, поджидают тебя за углом, в частности, город Чудищ, вышедший в 87-м году, это вот такая вещь, которая полна психоанализа и всяких мрачных фантазий, связанных не с тем, что будущее пришло, а с тем, что в принципе на одном месте скапливается столько негативной энергии, и у него такая давлеющая история, что рано или поздно это как-то проявится. И главный из этой троицы это призрак в доспехах, даже можно найти множество в статье о том, что Матрица это всего лишь лайф-экшн-версия шедевра Маморо Осии, что они все у него украли, и в каком-то смысле без призрака в доспехах Матрицы буквально бы не было, потому что когда они пришли к продюсерам показывать идеи, что же они хотят сделать после своего дебюта связь, то оказалось, что они просто пересказали или показали какие-то наработки из призрака в доспехах, сказали, что они хотят сделать нечто похожее, но в формате фильма, и продюсер это впечатлил, он тоже симпатии относился к аниме, тогда это было что-то супермодное, как сейчас, или несколько лет назад скрин лайф, и соответственно он уцепился за вот эту возможность расширить какое-то представление о массовой культуре в поле голливудского кинодеяния, и действительно цитат очень много, можно найти красивое видео, в котором соединяются различные кадры, где пробуждается Нео, и пробуждается героиня призрака в доспехах, где происходит погоня с стрельбой по арбузам, и это буквально цитата, которую на самом деле если не соотносить так вот кадры, то может быть сразу и не вспомнишь. Хорошие или плохие актеры? На самом деле этот вопрос восходит к более фундаментальному. Считаем ли мы, что «Матрица» хорошее кино или плохое? Да, у огромного количества людей хорошее кино ассоциируется только с теми персонажами, которым мы можем сопереживать? Только с теми актерами, которые психологически правдоподобны. И понятно, когда мы видим хлипкого клерка, который неожиданно руками и ногами может побить целую армию, верить в это невозможно. Собственно говоря, все рассчитано на то, что мы не будем в это верить. Но будем ли мы переживать, если мы не будем верить? Вот главный вопрос. Вместе с Нео пришел не только новый герой-мессия в мир «Матрицы», вместе с ним пришел и новый герой в кинематограф. Ведь до этого герой, побеждающий всех, обязательно должен быть силачом, он должен был быть мужественным, накачанным персонажем. А каким мы видели и каким мы знали Киану Ривза до этого? Помните анемичный, фактически, подросток, юнец Угаса Вансента в культовом независимом фильме «Мой личный штат Айдаха»? Или неизбежная жертва, конечно же, великого Дракулы в Дракуле Брэма Стокера у Копполы? Вот кто такой Киану Ривз? Он не может быть сильным героем. Но на этом и основан парадокс «Матрицы». Он такой же, как мы, он обычный человек, он хакер, программист, он всесилен только в своем компьютере. Но раз настоящий мир это мир воображения, то в нем он может стать кем угодно. И вот мы видим, как сам удивляясь себе, этот Нео вдруг оказывается сверхчеловеком. Конечно же, нитшианская идея тоже чрезвычайно важна для Матрицы. То есть силой воли ты становишься сверхчеловеком, тебе не нужно для этого упражняться. А если надо упражнять, то надо упражнять свое сознание и только его. Вместе с Матрицей виртуальный мир вступил в свои подлинные права, и эти права только усиливаются сегодня с каждым днем и с каждым годом. И, конечно же, это другая актерская игра, чем та, которую мы видели в каких-то психологически мотивированных драмах. Вместе с тем, для Киану Ривзу это привело к очень странной трансформации. Например, в франшизе Джон Уик он таки превратился в русского супермена, в убийцу, в беспощадного и в то же время чрезвычайно симпатичного зрителям неубиваемого супергероя, неубиваемого сверхчеловека. Хотя никакой мистики вроде бы в этой серии боевиков нету и близко. И в четвертой Матрице у нас есть возможность наконец-то увидеть в нем человека, увидеть нового человечного Нео, который для того, чтобы стать человечным, был вынужден слабее. И в этой слабости его сила. Другая сила. Сила сентиментальности, а не сила непробиваемости и непобедимости. What's your personal relations with Нео? Who is here to you? I love that guy. I think he's a cool guy. He's got a good sense of humor. I love his questioning. I love his commitment and love for Trinity. I love his will, his determination. And I love his vulnerability. Yeah, you know what was cool was that the film, the idea of the film and the premise for the character of Thomas Anderson, Нео, really had a parallel to my experience in the sense of the film looks at the past and in the present and also thinking about what a future could be. And so I was really in his shoes. And then, so I just had to play the character, go through the lens of the character. And like I said, I love the guy embraced it, but it was also a lot of grief, you know, like what is the past, what is present, what does it mean? He's, you know, he's trying to find the love of his life, doesn't know if it's real or not. Yeah, so it was all of these things, you know, and I feel like the film is also talking about fiction and memory and I feel like these are things that we can all relate to. Наверное, у Вачовски был всего один фильм, который даже иногда с большим неудовольствием признают все как действительно шедевральную работу. Это первая Матрица. И их связь, и сиквелы Матрицы все, и Облачный Атлас, и, конечно, Спиди Гонщик, и Восхождение Юпитер, все эти картины любили и ненавидели, и спорили вокруг них, и не могли прийти никакому консенсусу. Четвертая Матрица тоже такой фильм. Несомненно, для кого-то она воплотит идею фан-сервиса, и фанаты будут счастливы от картины, начало которой полностью повторяют некоторые любимейшие сцены из первой Матрицы. Несомненно, для других это будет именно негативной стороной картины. Ну и порадовать фанатов, достаточно ли это достойная задача. Но мне кажется, несмотря на то, что четвертая Матрица Матрица Воскрешения, конечно, обращается к тем, кто смотрел предыдущие фильмы, и напоминает о них, но напоминает несколько путанно. При этом включает в себя несколько удивительных и замечательных достоинств. Здесь Лана Вачевски переосмысляет несколько центральных образов, которые, наверное, можно назвать антагонистами мира Матрицы, а именно агента Смита, это агент Вирус, программа Вирус, которая выступает и против Нео, и против самой Матрицы. Это, конечно же, сами компьютеры, машины, здесь после заключенного в конце третьей Матрицы перемирия. В общем-то, машины находятся в состоянии мира с людьми, есть машины, которые работают на людей и с ними общаются. И это, собственно говоря, архитектор, вместо которого появляется аналитик, он же психоаналитик, это совершенно другой персонаж, другого типа, и он не настолько всесилен. Вообще, о чем этот фильм? Этот фильм, который рассказывает о двух людях, выпавших из своего времени и глубоко несчастливых. Это Томас Андерсон, который забыл о том, что он Нео или никогда им не был. Это длинноволосый, обросший бородкой и неизбежно беспокойным взглядом, Томас Андерсон, Киану Ривз. И это Керри Энн Мосс, ее героиня, которую здесь зовут не Тринити, а Тиффани, в том реальном или реальном в кавычках мире, где у нее есть муж, двое детей, совершенно другая судьба, только почему-то она очень любит мотоциклы, сама не понимает почему. Оказалось, что четвертая матрица это картина, в которой больше нет проблематики встречи и противостояния мира людей с мирами машин. Нету тут и истории мессианства, более того, вот эта однозначная жертвенность главного героя, Нео, который должен умереть, фактически распятый на кресте, для того, чтобы человечество спаслось, это уже случилось, это уже в прошлом. И мы видим другой мир, в котором все происходящее во всех слоях и пластах оказывается метафорой для встречи и сближения двух уже не очень юных и, в общем-то, махнувших на себя рукой людей, людей, которые не верят в будущее, к разговору о будущем. Не глобальное будущее человечества, а свое собственное будущее. Способна ли эта любовь выбить ту искру, которая зажжет эту картину? Собственно говоря, мне всегда казалось, что в оригинальной трилогии «Матрицы» есть одно, несомненно, слабое место. Вачовский не умеет или не умели снимать о чувствах. Любовь Тринити и Нео абсолютно умозрительна. Ты веришь в нее по стоку, поскольку это нужно, чтобы принять правила игры, но больше не почему. «Четвертая матрица» это история любви. И именно этот факт делает эту картину настоящим фильмом. И не просто эпилогом, но очень важным дополнением и, может быть, завершением вот этого давно существующего мифологического и выстроившего, нравится нам это или нет, наше представление о реальности цикла. Всем спасибо за внимание. Увидимся в «Матрице» в «Матрице».